Популяризировать космос нужно в любом случае. Это все-таки, я считаю, какое-то будущее, куда оно еще стремится, да? Мы уже много достигли на Земле, в космосе, пока, я думаю, он должен еще родиться, или, может, уже родился второй королев, который сделает им опять такой же космический выстрел, там, не знаю, полет на другую планету, там, еще куда-то. Эти мечты об освоении новых миров в наш век высоких скоростей интернета, тиктока кому-то могут показаться анахронизмом или обыденностью. Да и то, что это настоящий героизм для кого-то, откровение или пафос. Не о каждом старте и посадке новостные каналы уже делают большие репортажи, чаще фактически пару кадров. Запуск прошел успешно, космонавтов встретили в срок. А ведь этой рутине и ощущению привычности и безопасности космических полетов мы обязаны сотням, тысячам людей, которые строят ракеты, ювелирно снимают мерки для скафандров до секунд и миллиметров, высчитывают траектории, годами тренируют и проверяют свой организм на прочность, чтобы позже лучшие из лучших зашли на свою профессиональную вершину и смогли преодолеть земное притяжение. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ снова полетел юрий гагарин только на орбиту спустя 60 лет его такое имя дали кораблю вел наш землях олег новицкий для белоруса это была третья космическая командировка 29 тысяч километров в час чуть менее 10 минут до невесомости знал ли когда-то маленький мальчик из червеня как высоко взлетит сколько глаз за ним следят сегодня и сколько он сможет сделать впервые похоже да что касается раннего детства то такого разговора не было там о летчике там о годной службе нет ну часто приходилось нам вот по огороду вместе работать и иногда но это же ребенок просит тату игрушку потолку самому денег то нету ну ладно мама я когда буду летчиком я буду летчиком я тебе сброшу свою дучок с деньгами и вот как-то уже вот с восьмого там девятого класса это уже вот пошло как-то будет целенаправленно но уже когда комиссию областную проходил минске то естественно уже сделали вывод что это вполне серьезно вот там уже сказали ему что не хватает там три сантиметра до роста и тогда вот дома он уже на турнике как-то вот начал заниматься собой и даже вот иногда груз какой-то вот к ножкам прицепить мог ну чтобы вот эти три сантиметра вытянутся достойно желание насильно появилось это когда узнал значение экипаж поскольку это принципе от нас не зависит вот как считает руководство рост космоса цпк когда назначает космонавтов экипаж поэтому ты вот этот этап до постановки проходят это спокойно ты восстановишь какие-то знания проводятся занятия очень много занимаешься физкультурой и когда узнаешь моменте назначения вот тут наверно как-то включается какой-то внутри тумблер у тебя появляется появляется сильное желание ты включаешься подготовка и дальше идет на одном дыхании собранность больше может быть радость даже что тебя как это выбрали назначили ты узнаешь свой экипаж я знаю задачи причем даже перспективе с кем будешь возвращаться обратно то что довольно интересно именно пассажиры с которыми олег новицкий должен был возвращаться обратно из своей третьей командировки в некоторой степени повлияли на формирование экипажа миссии мкс-65 роскосмос пошел на реализацию беспрецедентного проекта вызов первый кинофильм на орбите его взялся снимать режиссер клип щепенко параллельно с подготовкой экипажа олега новицкого шел отбор актрисы для главной роли тогда еще никто не знал что полетит юлия пересель но задачи которые в связи с этим стояли перед космонавтами уже были понятны доставлять на станцию и позже возвращать на землю киногруппу будет всего один профессиональный космонавт вот уж действительно вызов выбрали опытных и наиболее подготовленных антона шкафлерова и олега новицкого коллеги даже не задавались вопросом почему слишком многое в этой экспедиции должно было произойти впервые и я могу сказать что мы с олегом друзья и я говорил это ему глаза в присутствии других людей могу сказать и сейчас он является для меня образцом гарантом стабильности надежности и если применить такой критерий который всем советским людям известен пойдешь ли ты с ним разведку то без колебаний с олегом любую разведку пойду и всегда буду на него искренне надеяться и полагаться дружеское на дружеское плечо поэтому очень достойный пример для подражания я очень рад за него это монументальный человек не смысле человек монумента смысле монументальный в том плане что он все делает последовательно четко подходит ко всем вот с таким вот академическим подходом своим здесь и житейская наверное хватка есть и воспитание в семье и вот многое из того что опять же мы говорим о корнях детства и вот в нем вот это вот мы монументальность опять же не человека монумента а подхода к этим работам она покоряет и подкупает эту вот вещь поэтому я знаю что работа наверху будет спокойная такая достойная работа что очень нравится когда рядом есть такой надежный партнер с момента назначения в экипаж время и для олега новицкого и вокруг него как будто сжимается все подчинено графику подготовки комплексным тренировкам земных темах все больше космических терминов окажется забытых из школы билеты задачи экзамены ощущение что для кандидатов на полет роскосмос специально создает более суровые условия чем те что могут быть вне земного притяжения но это аксиома лишь в точности следуя хорошо продуманным иногда выстраданным правилам безопасности владея уникальной системой аварийного спасения можно рассчитывать на успешный полет шесть нештатных ситуаций ручное причаливание из-за отказа системы сближения отказ системы стыковки отказ вентилятора скафандра борт инженера на подготовке к расстыковке срочный спуск увод мкс космического мусора ликвидация пожара тогда еще никто не знал что кое с чем придется столкнуться уже в реальности оценка отлично в отряде космонавтов не ставится просто так не учите мастер называется вот он народный артист в этот раз олег новицкий знал что на байконур впервые полетит один с ним никого из близких руководил подготовкой к старту сейчас еще и коронавирус это его команда все внешние контакты на минимум зато для домашних времени больше они ведь тоже готовились жена юля все чаще садилась за компьютер когда ключ где-то на старте появляются новая страница ее дневника уже третьего по счету у меня были же маленькие какие-то заготовочки такие я уже думала о чем я буду писать потому что как оказалось я много о чем не успела написать первые два дневника вот когда я первый заканчивал меня спрашивали будьте второй вести я думала то есть не знаю а получится ли а будет ли о чем написать а когда я заканчивал вести второй дневник я поняла что много о чем я не написала чем больше я пишу свой дневник вообще пишу о космонавтике тем мне кажется что а большим я еще не успела рассказать поводов у юли действительно будет много но тогда она это могла только предполагать больше всего перед долгой командировкой семья олега новицкого переживала за пятилетнюю риту она только во второй раз провожала папу в космос в 2016 ей было всего полгода и она вряд ли помнит тот старт теперь уже уникальный архив посмотрите на этого карапуза первое интервью младшей дочери олега очень немногословная скажи папе что нибудь скажи папе что нибудь рита новицкая кстати вся в отца тоже не бросает слов на ветер а сейчас была не просто младшей дочерью космонавта а даже в некотором роде участникам подготовки к третьему старту кто где только пожалуй в космических семьях игрушки могут превращаться в научные приборы такие и космонавты еще считают оберегами обязательно должны быть в капсуле союза как индикатор невесомости союзе мс-18 олега новицкого в длительную экспедицию полетел котенок гав щенок шарик более полугода ждал его на земле так решила именно дочь командира миссии история придуманная семьей новицких которая сохраняла прочную связь между мкс и домом и рите предоставили возможность выбрать кто останется с ней кто улетит с папой вот она папе разрешила взять с собой котенка а щенок шарик будет с папой ждать рит вместе мы уже так с мужем решили что когда он будет выходить на связь иногда он будет с этим гавом гав будет разговаривать со щенком шариком то есть вот ну какая-то такая вот завязка для ребенка чтобы это было еще как-то стимул какой-то они потом вместе встречать поедут то есть такой вот параллельная история такая у нас будет а а а а а а а а а Расскажите, пожалуйста, о эмблеме вашего экипажа, если вам не сложно. Она очень простая, она сделана в форме щита. Я считаю, что экипаж всегда должен быть именно идти с победоносным щитом, обрамление на форме цветов Хабаровского края, Америки, Белоруссии. Городная гора Казбек – это наш позывной. О том, почему Новицкий, космонавт Роскосмоса, так трепетно относится ко всему белорусскому, те, кто мало его знают, спрашивают часто. Он объясняет, почему всегда перед стартом слушает песню «Родина моя Белоруссия» и почему всего в килограмме личных вещей, которое разрешено взять с собой с Байконура, всегда находит место для нашего государственного флага. Это для него правда, очень важно. Ну, я думаю, это глупо стесняться, да? Как-то своей родиной, свое место рождения – это все нормально. Если есть возможность как-то показать, приобщить, я считаю, это должно только как приветствоваться. Я взял флажки от всех областных центров, пропечатал, что они были на станции. Опять же, своего города взял маленькие флажки Белоруссии, вооруженных сил Республики Беларусь. Это все буду возвращать именно тем людям, с кем я успел как-то поговорить, чтобы хоть как-то сделать приятно, что, допустим, вот изображение флага, допустим, областного центра побывало на Международной космической станции. Мы еще услышим голос из космоса, обращенный к белорусам по случаю национальных праздников и просто знаковых событий. Увидим свою страну сверху с высоты в 400 километров. Но тогда, в апреле, у экипажа Олега Новицкого впереди долгие месяцы трудной работы по жесткому расписанию. Главным в этой миссии была встреча многофункционального модуля «Наука», который добавлял российскому сегменту новую научную лабораторию. Это фактически большой космический корабль весом в 21 тонну. Принимать и интегрировать «Науку» и должны были Олег Новицкий и его коллега Петр Дубров. Олег Новицкий рассказывал, что он, конечно, огромный модуль. Тяжело им управлять. Стыковка будет осуществляться и экипажем тоже. В связи с тем, что большая конструкция, ее мотает очень сильно. Они проводили, тренировались достаточно долго. И есть какие-то такие моменты. Но, уверена, экипаж невероятно опытный. Они справятся. И дай бог, чтобы это стало поводом неоднократного выхода в открытый космос. Так и случилось. Когда-то Олег Новицкий говорил, что ступить в космическую бездну – его мечта. Именно в третьем полете скафандры «Орлан МКС» были надеты и шлюзы открыты. И для Новицкого, и для Дуброва это была премьера. За ней потом еще два выхода. Но первый, конечно, волнительный. Но, оказывается, не настолько, чтобы смутить профессионально подготовленного космонавта. Единственное, теперь уже рассказывает Олег Новицкий, подольше бы. Волнение было до момента выхода из люка. То есть ты, как это, не представляешь, тебе много рассказывали об этом твои товарищи. Каждый рассказывал свои ощущения. Вот, ты ожидаешь какие-то свои. И, конечно, волнение небольшое присутствует именно до выхода на обрез люка. Ты когда уже вышел и зацепился карабинами снаружи, это все уже пошла такая работа, которая определяется циклограммой. У тебя есть определенные моменты временные на выполнение каждой операции. И времени впечатляться уже, в принципе, нет. Это уже потом приходит, ты начинаешь анализировать после выхода, как ты работал, как что делал. Это присутствует. Но вот волнение у меня было, скажу, до момента выхода на обрез люка. Для меня, наверное, время бежало очень быстро. Я говорю, поскольку это первый выход, и все операции не строго регламентированы по времени, не хочется нигде не задержаться, не опоздать. И ты стараешься очень быстро выполнять работу, но, к сожалению, понимаешь, что ты должен отдыхать. Иначе можно само себя загнать просто. И поэтому время для меня летело очень быстро. Они не просто шагнули в черную бездну. Олег Новицкий и Петр Дубров провели вне МКС полноценный рабочий день – 7 с лишним часов. Как это трудно в каждом тяжелом вздохе. Позже Олег Новицкий пошутит, чувствовал себя как на галерах. Но все задачи космонавты выполнили. Главное – подготовка к расстыковке со станцией модуля «Пирс», через которую до этого выходили в открытый космос. Именно на его место уже через месяц встанет наука. И Олег был первым, кто не только вошел в новый сегмент, но и стал его обживать. Мне понравилось. Причем в модуле была такая комфортная температура, более прохладная, чем на остальной части российского сегмента. Каюта новая. Мне даже показалось, что он немножко просторнее, чем в «Эсэме», которое я жил два раза до предыдущих полетов. Это очень серьезный шаг. Даже не то, что мы сделали, а то, что произошло. Все-таки наука очень долго находилась на земле. И, наконец-то, к большой радости всех людей, кто участвовал в этой работе, она пристыкована. Было очень много нештатных ситуаций. Тем не менее, модуль долетел, модуль пристыкован. Сейчас он уже в составе российского сегмента. Ребята в нем полноценно работают. Это очень значимая территория, очень большой объем. Причем с большим количеством рабочих мест, как внутри, так и снаружи. Опять же скажу, дополнительная каюта, дополнительный большой иллюминатор. Иллюминатор – особое место на МКС, любимое для всех членов экипажа. В новом модуле его открыл Олег Новицкий. И вот они, огромное пространство, величественное зрелище. Для землян – возможность увидеть, что там за бортом, посмотреть, какая она наша планета. А для космонавтов – это шанс поработать с фотоаппаратом на уникальной звездной натуре. Каждый старается поймать в объектив самые красивые уголки. Стекло иллюминатора сделано так, что позволяет фотографировать с любым фокусом. В сюжетах Олега Новицкого, Везувий, Суэцкий канал, Гавайи, Байконур, Москва и Родина, Минск, все областные центры и, конечно, Чернинь. Когда я смотрю из космоса на нашу синёкую Родину, то вижу прекрасный край с лесами, чистыми реками, озёрами, полями. И всё это досталось нам в наследие благодаря героической жизни и тяжелейшему труду наших дедов и прадедов. Поэтому мы должны быть вместе, сберечь и сохранить её как самое драгоценное состояние. Быть едиными, мудрыми и сильными. Вместе сделать всё, чтобы наши дети жили в счастливой стране, под мирным небом. Эти слова белорусам ко дню народного единства. Он всегда находил время. А именно тогда у Олега Новицкого сумасшедший график. На станции ждут киноэкипаж проекта «Вызов». Об этом трубит вся пресса. В информационном шуме немного теряется новость ещё об одной уникальной операции, которую провёл экипаж 65-й миссии. Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт НАСА Марк Вандехай впервые причалили к новому модулю «Наука». То есть перестыковали свой корабль «Союз МС-18», чтобы освободить узел модуля «Рассвет» для пилотируемого корабля «Союз МС-19» с космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко. Да, тоже первый раз. Но мы тоже очень много готовились именно к таким процедурам. И мы должны были освободить наш стыковочный узел на МИМ-1 для прилёта Антона с экипажем и перестыковаться на науку. И нам ещё повезло, что, во-первых, у нас была задача такая ещё немножко неординарная. Мы должны пофотографировать станцию именно снаружи, с пристыкованным модулем «Наука». Этим занимался как раз Пётр Дубров, то есть он перешёл в бытовой отсек, выполнил фото и видео, всё равно вернулось обратно. И потом мы только пристыковались. И мне, я считаю, очень повезло именно с перестыковкой, поскольку не каждому экипажу, далеко не каждому, выпадает такое маленькое счастье. Перестыковать корабль в ручном режиме, соответственно, с одного стыковочного узла на другой. Это просто повезло, опять же, просто повезло, что именно нашу экспедицию выпала такая задача. Пересиль Тошипенко первопроходцы, помогающие сократить путь к звёздам для обычных людей. Их подготовили к полёту всего за четыре с небольшим месяца. Помимо того, что это будет интересное кино, космический проект привлёк в себя огромное внимание, такого ещё не было в истории. Художественные фильмы на орбите ещё не снимали. И начинается полноценная работа над художественным фильмом. Она продлится почти две недели. Новая страница в истории. Вызов. Большой научно-просветительский проект. Опытные космонавты, герой России Антон Шкаплеров, отправились с Байконура на МКС. Взлёт безупречный. Вот так без преувеличения был брошен большой космический вызов. Киногруппе предстояло почувствовать себя космонавтами, а космонавтам попробовать себя в роли актёров. Поскольку кино ещё готовится, все связаны обещаниями о неразглашении. Подробностей мало, но немного есть. У Олега Новицкого в новом фильме роль. На ней там всё и завязано. По сценарию именно его герой получает травму, и врач с земли летит с миссией спасения. Перед полётом Новицкий шутил, что, наверное, будет в кадре как будто без сознания. Но пришлось учить текст. Делали всё очень быстро. Времени для первых всего 12 дней. Это был немножко поражён, потому что они, во-первых, на следующий день после периода уже включились в работу. И, скажем так, что они смогли насладиться условиями этой невесомости и внешним видом, там, самой станции, видом на землю, только, наверное, в крайние сутки и экспедиции. Потому что с утра до вечера они выполняли именно съёмку. Где-то с нашим участием, когда мы работали все вместе. Где-то нас по одному выдёргивали, соответственно, классно нашей формы 24, когда мы могли это сделать. Вот. И когда у них не было возможности работать с нами, работали они в одиночку. Поэтому у ребят был поражён просто их работоспособностью в этом плане и именно физическим состоянием. Я не знаю, получилось ещё что-то или нет из всех этих кадров, потому что я знаю, как мы играли. Это беда вообще. Вот. Им с нами тоже было тяжело. Вот это уже вид из корабля. Испускаем аппарат непосредственно. Вот над нами бытовой отсек со стыковочным агрегатом. Вот это люк корабельный именно спускового аппарата. Сейчас мы его прикроем немножко. Денёт сам пульт. Интегрированный пульт управления бортинженера. Там немного прикрыт сейчас. Вот демонтирована камера. Вот. Это командирский пульт. А это Олег Новицкий в своей стихии. Здесь всё точно, выверено, без дублей. Параллельно со съёмками он готовился, пожалуй, к самому ответственному этапу нынешней командировки – спуску на Землю вместе с киногруппой. Союз он должен вести один. Такого до Новицкого тоже не делал ни один космонавт. На Земле в это время уже готовят спасательную операцию. В Караганде, степь в районе казахстанского города, расчётное место посадки, сотни специалистов. И что осложняет работу не меньше киношников. Только оборудование у них более двух тонн. Вместе посадки будут работать две группы. Воздушная вылетит за пару часов, наземная выезжает за сутки. Впервые в её составе съёмочная группа ОНТ. Это личная просьба Олега Новицкого к руководству Роскосмоса. Как вы знаете, космические традиции нарушать нельзя. Если нарушат, то что-то пойдёт не так. Мы тут останавливаемся. И вот степных духов немножко им, так сказать, дань уважения, что погода, там, дорога, приземление. Наземная поисковая группа разбивает лагерь для ночёвки, а на МКС готовится к отчаливанию. Разрешение на закрытие люка дают примерно в 12 часов в ночь с 16 на 17 октября. Отстыковка в 4.14 утра. Командир должен всё проверить. Ничего и главное – никого не забыть. Клим Шипенко снимал до последнего. Ну, немного больше ответственности задач было, конечно, поскольку ребята всё-таки не профессионалы. Приходилось контролировать их посадку вложименты, затяжку всей подвесной системы. Мы ещё раз проговорили обязанности, то есть кто что будет делать, на каком этапе спуска. Но, в принципе, я говорю, в Северизе очень так адекватно, очень спокойно, не было никакой ни суеты, ни лишнего волнения. Причём я старался комментировать все этапы спуска, именно немножко заранее, чтобы они уже понимали, что будет, какие следующие там ощущения, какой следующий этап, как будут работать системы, чтобы для них это не было, ну, маленьким шоком, что ли. И поэтому у нас спуск прошёл, я считаю, очень гладко. Готовимся к Вольду Парашюту. Олег Викторович, можно спрошу, как, как вы вернулись? Тяжелый был возвращен? Нет, радостно, наоборот. 98 было. Как-то всё так компактно, быстро, хорошо получилось. А чувствуете себя как? Отлично, вообще отлично. В это правда трудно поверить. Внешний вид спускаемого аппарата лучше всяких слов говорить, насколько непростым был путь домой. Корабль почернел, закоптились иллюминаторы. Но Олег Новицкий справился. Спасибо, что разрешили. Да, да, молодцы, что приехали. Я знаю, что корни у Олега, конечно, белорусские. Кстати, у меня по линии отца тоже белорусские, между прочим, да. Поэтому, когда я услышал от него просьбу, что нужно обязательно добиться, чтобы белорусский Северный Городок появился здесь, мы слава с ним помогли. Он блестящий, конечно, космонавт высочайшего уровня. Он и Антон Шкаплеров справились в одиночку с управлением кораблем. При этом они сумели психологически так ребят настроить, что те без лишней адаптации сразу вписались в работу. Мы с ним договорились, что вместе поедем после его адаптации. Во-первых, в Борисоглебский резонный училищ, которого заканчивали. А потом к вам приедем в гости. Это будет позже. Тогда у капсулы с экипажем было много работы. Командира, немного времени на отдых. У киношников новый этап съемок. Юля Пересиль даже успела загримироваться в спускаемом аппарате. Все белорусы за вас переживали. Пару слов передайте им. Расскажите, как себя чувствуете и когда приедете. Спасибо всем, кто переживал. Потому что мы, наверное, покупаем. Все хорошо прошло в течение всего полета. Так что всем огромное спасибо. Ну и в декабре встретимся. Сейчас Олег Новицкий дома. Уже во всех смыслах отпуск проводит у мамы в Беларуси. Мы договорились встретиться накануне у него в Подмосковье. Он хотел рассказать о своей третьей командировке заранее, чтобы больше времени провести с родными. Мы уже в третий раз задать один и тот же вопрос. Будет ли следующий полет? Я говорю, посмотрим. Постоянно здорово. Я надеюсь, что медкомиссия меня признает годным. Поскольку себя чувствую хорошо, противопоказаний у меня нет. Если будет назначенный экипаж, то, я думаю, с удовольствием выполним четвертый полет. А значит, у нас снова появится повод чаще поднимать голову в небо. Потому что космос – это не рутина. Пусть кто-то уже и не запоминает имен участников звездных миссий. Белорус Олег Новицкий без всякого пафоса – герой. Человек, который не устает работать на то, чтобы космос стал ближе. Чаще смотрите в небо, мечтайте, стремитесь к космосу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok